здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу продолжить работу в таком же формате то есть я работаю а вы слушаете ну а поговорить я хочу сегодня о заработках на растениях думаю что мой ролик пригодится не всем да и интересен будет не всем зрителям которые меня смотрят а только той части которая готова рискнуть готова потратить какие-то средства время и энергию на выращивание рассады на ее реализацию и вот свои мысли свои заметки по этому поводу основанные только на моем личном опыте на моих наблюдениях я хочу предложить вашему вниманию и так я начинаю поработать а выслушать ну и так ребята кто со мной остался кому интересно задумывались наверняка многие из вас что надо уже как-то начинать оправдывать свои растения что ли а то все время траты дотраты все нужно это выписать надо то купить на то пиларгонька понравилась то компонука вот какая хорошенькая то вегеточки такие чудные и все больше тратим чем зарабатываем ну вот как же так немножко начать зарабатывать на растениях я лично в этом не вижу ничего зазорного и далеко не секрет что люди имеющие как в своей коллекции несколько рассортов допустим пиларгоний конечно же их черенкуют и конечно же их продают и это но совершенно как бы нормальное явление ну если у нас есть какая-то коллекция то у нас есть уже по определению товар которым можно на котором можно зарабатывать каким образом его предлагать да все таким же обычным также как и вы узнали о своих вот новиночках которые вы прикупили недавно да по интернету раскидать в разные группы информацию сделать фотографии расчеренковать пригласить на каких-то форумах возможно да даже снять ролик на youtube разместить это тоже один из способов но есть еще один вариант для такого хорошего серьезного заработка такой как весенние продажи когда весной можно вырастить рассаду однолетних цветов либо многолетние свои цветы из сада взять и выйти на рынок и значит встать в ряд и предложить свои растения покупателям но покупателям конкретно которые живут рядом с вами возможно это ваши друзья знакомые то есть вот это бывает часто ступор часто вот это именно и тормозит людей особенно людей пожилого возраста которые свою сознательную жизнь работали на каком-то предприятии и либо значит в учреждении заработали себе пенсию репутацию и потом вот бывает очень трудно выйти на рынок и встать со своими растениями ну это конечно категория такая уважаемая да я всегда уважаю людей которые вот в таком возрасте вышли на рынок спокойно стоят предлагают свою продукцию и не только какие-то коллекционные значит на цветочки там растения а именно возможно предлагают свои огурцы и помидоры ягоду в общем все чем богата их дача их участок их огород и это очень здорово потому что такие люди нам во первых своим примером показывают что не нужно отчаиваться ни в какой жизненной ситуации во вторых они предлагают хорошую качественную продукцию экологически чистую ну конечно бизнесом это назвать очень трудно очень трудно а я хочу вам еще сделать как бы такой наводку что ли наводку для молодых вот у кого что-то возможно не ладится с работой или мало оплачиваемая работа или она какая-то сезонная там вахтами в общем есть какая-то часть свободно времени которую вы можете посвятить рассаде когда вы можете колымнуть весной да это так и звучит именно колымнуть весной то есть это и все еще не серьезный бизнес это просто один из способов дополнительного заработка так вот в этот случай когда человек никогда не касался вот такого заработка никогда не выходил на рынок в качестве продавца и вот таким людям очень сложно начать бывает и иногда мне задают такие вопросы с чего начать какие сорта лучше идут какие культуры лучше идут но вот в этом случае я хочу посоветовать одну вы сходите пожалуйста на свой рынок то есть не то чтобы прям сегодня сходите но в любом случае вы же были на этом рынке когда у вас идут активные продажи весной и когда вы видите чем торгуют другие продавцы какой ассортимент они представляют то есть это уже вас наведет на размышление о том какие культуры можно предпочесть ведь понятно сразу если продавцы сплошь и рядом стоят и по 5 и по 10 ящиков с петуниями рядом с ними то понятно что эта культура востребована и что она продается и покупается если стоят ящики с рассадой бархатцев разных размеров там и высокие низкорослые цветущие не цветущие то это тоже становится ясно что эта культура востребована то есть она продается по ценам по ценам вы конечно так в принципе тоже понимаете что ну даже вот вы сами допустим когда-то брали до петуния почем продается почем бархатцы астрочки там георгинки однолетние львиный зев там левко и прочая культура ориентировочно можно знать но вот иногда возникает вопрос а в каком же соотношении сеять то чего больше сеять чего меньше ну как как ни странно я вам скажу то что ставку на одну петунию делать не стоит потому что во первых культуру нужно освоить она не такая простая как кажется ее очень большое предложение на рынке начинать нужно с более простых культур это могут быть астры бархатцы ну какие-то какие-то простенькие такие семена вербенки там что-то такое вот что вы можете с легкостью посеять и вырастить и вас для этого есть условия прежде всего оцените свои условия что вы можете дать растению это освещение и тепло и в весенний период период рассады лимитирующим фактором конечно является свет если по теплу мы можем как-то подогреть накрыть прикрыть то свет мы дать дополнительно просто обязаны просто обязаны либо это устройство каких-то ламп стеллажей каких-то дополнительных подсветочек на подоконнике обязательно потому что рассада без света получится не того качества которое вы как бы видите что продается на рынке вот и приступать сразу к сложной такой культуре и набирать много-много семян петунии я вам точно не советую потому что она стоит очень недорого и очень как бы такая знаете мелкая капризная и покупатели сплошь и рядом соглашаются с продавцами что вырастить ее сложно но в то же время всегда спорят по поводу цены вы что ее там из золота делаете или что почему она у вас такая дорогая отойдя в сторонку между собой судачат ой ты знаешь а я сел у меня не получилось но поспорить за цену всегда гораздо всегда ну вот начните с простого дальше значит ты приготовьтесь к тому что вы теперь уже человек на которого посыпятся всякие неприятные неприятности в качестве сварливых покупателей хитрых продавцов соседей претензий от покупателей и возможно даже каких-то проверяющих контролирующих органов то есть это не все так просто что вот вышел и стою торгую работу всегда найдется какой-то фактор который вас расстроит то есть нужно подготовиться и быть стрессоустойчивым вот в этом случае стрессы возникают даже из-за мелочей даже из-за мелочей не поделили место да где вот встать вы встали а здесь оказывается другой стоял это уже там будут крики и шум да как правило по весне у нас на всех торговых мест не хватает и поэтому таких оборудованных мест почему-то вот в нашей стране как-то вот очень мало регионов где конкретно оборудованные торговые места это я также вижу вот по блогерам по каналам что кто где гораздо работает я сама также работаю где вот сумею договориться да где вот у меня будет место вот ну как то так вот сложилось исторически дальше есть такая категория покупателей от которых фонит знаете человек подходит он еще рта не раскрыл ничего не спросил а уже от него несет таким негативом так что сожмите кулачки сцепите зубы и терпите что сейчас этот человек откроет рот и разразиться каким-то таким нелестным отзывам или каким-то предложением фразы от которой вас еще будет долго значит как бы потряхивать что ли вот бывает такое что наговорят а потом на завтра даже не охота больше идти никуда не торговать вообще денег не надо ничего не надо вообще настолько все это иногда расстраивает ну я как бы уже привыкла к этому но все равно бывают очень такие люди и радует только то что таких людей возможно вот какую-то весну бывает ну один может быть два человека но это бывают очень такие сильные потрясения поэтому неподготовленные люди неподготовленные молодые продавцы рассады будьте к этому готовы ну смысле молодые не по возрасту а молодые в смысле по опыту вот и я никогда не спорю никогда и ни с кем не вступая ни в какую полемику то есть ваше мнение это ваше мнение мое это мое и от того что я буду здесь с вами значит спорить у меня копейка не прибавится то есть я просто ухожу от темы пожалуйста не покупаете приходят приходят другие люди купят другие люди еще бывает такая категория покупателей которые будут пришли а это есть есть а вот это есть есть а вот это есть ой нету но я сегодня что-то забыла ой пожалуйста привезите я завтра куплю приходит завтра ты привозишь ты же знаешь ты вот для этого конкретно человека привез подходит другой покупатель говорит ну там вот это я чё такое я бы взяла я был знаете я это по заказу привезла 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 жду жду а заказ ты и не пришел то есть не пришел человек забирать мой свой заказ а я и покупателя упустила и заказ простоял то есть я теперь делаю так если я должна что-то привести под заказ либо оплачиваем сразу предоплатой либо я не ничем вам не обязана то есть пришел человек дал деньги я продала все у меня за мной никакой вины нет а так будьте любезны приходите тогда забирайте прям с утра с утра чтобы я вот только расслаживаюсь это вы уже прибежали и забрали свой заказ иначе я его продам тогда мне уж смысла нет его держать и вот это вот некоторые и я сама тоже делала так что держала там он же человек придет а теперь не держу потому что бывает часто что просто не приходит ну мало ли в жизни какие бывают случаи да и в общем есть такое так ну по ценообразованию хочу вам сказать каждом регионе цены как бы про исторически сложились свои собственные и вот эту вот как бы грань не перепрыгнешь вот этот барьер ценовой такой да не за цены не завысить но и ниже чем продают все тоже как-то вот ну не очень продавать для того чтобы не было такой как бы такого соблазна продать ниже чем у всех просто не нужно садить очень много большом количестве садить что его уже потом одевать то некуда хочется быстрее быстрее продать потому что я считаю лучше вырастить меньше но лучше и заработать реальные деньги на вот этом количестве и не рваться не вложить все силы на выращивание многих тысяч растений когда я могу качественно ухаживать допустим за двумя стами растений и предложить их в отличном состоянии по более выгодной цене но это во первых мне создаст репутацию до что я продаю очень хорошие качественные растения плюс мне это будет гарантированный доход что я эти растения все продам и не останутся у меня допустим излишки ну и опять же это конкурентоспособность с соседями по сравнению с теми кто вырастет несколько тысяч цветочков в один стебелечек и будет продавать по дешевой цене люди ведь тоже с глазами да они же не будут кидаться потому что здесь по 10 рублей а у меня допустим по 50 рублей да ну ведь понятно что по 10 рублей купишь и она пока еще приживется так может тогда не экономите купить не 5 по 10 а одно по 50 которая займет именно площадь такую которую 5 по 50 разрастутся такие растения ну вот для начала всегда нужно оценивать всегда оценивать я всегда оцениваю и учусь и смотрю наблюдаю кто как выращивает в чем продает в каких допустим горшочках там ли в корзинках как они их возят как они у них выглядят я всегда всегда смотрю наблюдаю и анализирую что я могу сделать да как я еще могу улучшить качество своей рассады какие предоставить условия ну вот это всегда важно всегда важно трезво оценивать ситуацию и всегда важно наблюдать как это делают другие и стараться не слепо копировать вот начали продавать допустим в горшочке техническом да он же денег стоит соответственно ты не можешь ниже какого-то уровня до продать рассаду ну а вот стаканчики в прозрачном он гораздо дешевле но вид не такой если хорошо покупают вот в этом техническом горшке значит я буду тратить деньги на технический горшок но тогда я буду в этом горшочке выращивать меньшее количество рассады но более качественное для того чтобы мне вот это все точно оправдать а в маленьком стаканчике я допустим еще какое-то количество подсажу и буду вот это на случай если просят подешевле подешевле пожалуйста вот такой вариант тоже нужно ассортимент расширять это обязательное условие расширяем ассортимент но не до бесконечности потому что некоторые растения они не идут совсем некоторые новинки вот совсем не идут допустим у меня нынче были колеусы колеусами я заразилась сама в прошлом году мне они очень понравились я сразу выписала несколько десятков растений вырастила я их высадила у себя вот снимаю вам показываю но у нас на земле вот на рынке на нашем по весне эти растения очень плохо шли потому что для людей вот в нашем районе это не типичный цветочек и как бы вот что это такое я говорю это колеус уйдет и ж крапивка ну и мало кого интересовало что эта крапивка потом разовьется в шикарнейшие абсолютно фантастического вида растения и будет это очень красиво поэтому внедрять вот эти новенькие виды растений нужно постепенно и постепенно просвещать людей вот я так вводила и помею батата в прошлом году продавала совсем немного растений нынче уже больше потом также бакопа точно также но вообще я хочу сказать что вот у нас на месте очень скудный ассортимент по растениям очень скудный но потому что в семенах когда люди сами с усами выращивают до этого нет а вегетативно это тоже есть у единиц которые продвинутые цветоводы которые выписывают сами растения они же ведь их не продают на рынке не стоят да а я стараюсь вот такое все выносить продавать ну дополнительно как вот самый самый пик самый сезон мы можем получить доход от раз реализации рассады потом в течение лета можно же еще зарабатывать какие-то небольшие дополнительные доходы получать от огородных растений да вот от редиски там от зелени и опять же что конкретно садить нужно смотреть как вот у вас идет на месте это хорошо ли у вас берут укроп хорошо ли у вас идет зеленый лук а так мы можем сразу насадить по три гряды до лука там укропа там салата и все вынесли все красивая хорошая его не покупают так же как у нас нынче случилось и вот с зеленью но я слава богу садила по совсем по чуть-чуть потому что я уже подозревала что скорее всего так и будет уже в прошлом году очень плохо у нас брали зелень не посадила совсем по маленькому кусочку этих этих зеленочек а потом смотрю что действительно если раньше мы приносили по 20 по 30 пучков на рынок и они у каждого и торгашей стояла нас ну там 10 человек да и каждый по 20 по 30 приносили все продавали редко у кого там 12 оставалось то нынче если продаж 10 пучков за день то это вообще счастье ну а таких то вот торговцев то тоже увеличилось и вот у всех так у всех это же не только у меня там какой-то плохой укроп а именно вот у всех также хуже намного стали идти овощи потому что больше стало привозных овощей больше стало сетевых магазинов там где овощи дешевле гораздо чем местные хотя местные экологически чистые как бы считаются но они у нас поздние поэтому люди уже раньше наелись напробовались до сетевых магазинов и поэтому домашний для них уже как-то вот ну не в диковинку совсем и поэтому уже нет смысла для меня нет уже смысла этим заниматься вот оценивайте всегда реалии своей своего рынка своих потребительских способностей что ли у людей доходы у людей сократились очень сильно но предложение наоборот увеличилась увеличилась вот очень в разы в разы если раньше и было что только на рынке можно было взять какую-то такую огородную продукцию то теперь это сплошное предложение в любом магазине овощные сетевые любые вот я как бы не отговариваю но призываю именно вот четко анализировать я для себя нашла такую культуру на которой мы все-таки умудряемся немного заработать это редис потому что по предложению то есть по редису предложения в магазинах нет а если она есть он этом такая страшненькая сразу надо ответить вот и мы выращиваем хорошую крупную редиску яркую такую сочную и в течение всего сезона она у меня одинаковая ровная как вот с весны до самой поздней осени у многих людей кто торгует вот зеленью у многих редиска не удается я даже снимала ролик в чем тут секрет вот почему летние посевы редиса не удаются вот поэтому у меня конкуренции по редису практически и нет там каких-то вот один человек еще там разово приносит в таком количестве как я выращивал пока никто не выращивает и это слава богу вот поэтому призываю вас тоже возможно найти какую-то такую культуру и на ней попытаться немного работать ну в общем нужно всегда смотреть всегда исследовать я уже не отношу себя к новичкам но всегда это делаю ежегодно из года в год отслеживаю ситуацию анализирую какие предпочтению покупателей какие у них как бы запросы что они хотят что они могут позволить себе купить и как где это будут выращивать и соотношу это с условиями нашего климата нашей окружающей среды вот ну так хочу на этом прерваться немножко передислоцировалась закончились у меня стаканчики для черенков то есть субстрат закончился стаканчиках и вот сейчас немножко буду набивать что я еще хочу сказать для новичков вот когда я начинала совсем заниматься не рассадой а вообще с к растениям как я присматривалась к этому виду деятельности я будучи предпринимателем не имея значит несколько торговых точек торговали мы там в общем-то недалеким от этого товарами это были агротовары там семена семена грунты там в общем все что сопряжено с цветоводством овощеводством и прочими делами вот я начала немножко знаете приторговать рассадой капусточки там астрочки ну такой вот знаете по мелочи буквально по мелочи но первонаперво это была рассада капусты потому что у меня в округе в те года соседки держали коров и капусту садили именно для скота брали обязательно по многу ну вообще-то садили все сами эту рассаду но как говорится сами то с усами но вот ушла допустим на работу с утра прохладненько и не открыла парник то не открыла в обед не смогла прибежать с работы а было жарко было солнышко вечером пришла ой 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 а рассада сгорела где-то там по углам осталось немножко а самый центр парник горит да еще плюс солнце сверху вот и все и ко мне есть рассада то есть стоила она тогда очень дешево там вообще сколько-то копеек по моему за корень даже в общем не помню ну вот так началось рассады капусты потом я завела коллекцию гладиолуса гладиолусы я продавала в отделе значит по торговле в нашей администрации города ну там где нужно было получать всякие разрешительные документы я вот туда носила им луковицы гладиолусов но они покупали за деньги нет это были не взятки ни в коем случае вот там женщины покупали ну соответственно как бы более доброе отношение ко мне имели какие-то вопросы полегче решались там что-то подсказки какие-то были все но штрафовали штрафовали было время да ну вот потом я значит редиска а какое-то время у нас не было лука то есть лук сивок вот так вот не продавали как сейчас я сеяла семена лука на грядке к осени вырастали маленькие головочки это лук сивок и на следующую весну значит бегом пробежалась там по людям предложила быстренько это все дело продала но это было знаете такое баловство я бы так сказала вот чисто подработать вот такой на чуть по чуть-чуточки более серьезно я стала приглядываться к возможностям вот таких заработков когда стала ситуация у нас торговли вот традиционной серьезно меняться когда у нас уже перестали быть такими хорошими значит обороты когда вопрос ценообразование остров стал к нам пришли сетевые магазины большие то есть ну вообще не продохнуть никак и все тогда я стала задумываться и здесь мы уже полностью начали переходить на торговлю сначала овощами то есть это было редиска зеленый лук там зелень какая-то но все что у нас в огороде растет естественно то есть я сама стала выезжать на рынке воскресные потом среди недели и вот как-то постепенно потом мы начали значит свою теплицу вот первую мы построили конечно для цветов для рассады и потом в ней не ничего как бы летом такого большого ничего не выращивали то есть она практически пустовала потом вторую теплицу поставили под помидоры потому что эта теплица была более как бы сказать она эксплуатировалась дольше весь сезон потом в ней же посадили и огурцы и помидоры посмотрели что огурец тоже хорошо растет и хорошо идет и построили отдельный на следующий год по моему или через год не помню точно построили отдельную теплицу конкретно для огурцов и отдельные помидоры разделили эти культуры ну вот и потом отработали конечно строили и я продавала рассаду и плюс вот эти овощи конкретно с таким расчетом чтобы вот затраты понесенные на строительство теплички вот этой не по какой-то определенной да под помидор или под огурцы чтобы эти затраты за сезон оправдались вот в случае вот это нужно это не привела непреложное условие потому что если затраты не оправдались то дальше движение не будет следующий сезон отрабатываем значит собираем опять свои доходы свои деньги собираем кучку и вкладываем опять во что-то новое ну вот на большой вот эту оранжерею которая все время стучит и мешает мне снимать видео это мы собирали два года то есть мы сначала задумали потом собирали потом заложили фундамент подняли стены накрыли крышу а вот нынче мы заканчиваем внутри всю отделку ну вот к чему это я все веду если вы всерьез задумываетесь то не бросаетесь и вот сразу мы тоже ведь никогда мы ведь не бросились сразу давай строить теплицы там вешеные деньги брать кредиты все мы вообще не на ни на одну теплицу не брали вообще кредитов мы все делаем за свои деньги потому что когда ты сделал за свои деньги ты четко понимаешь теперь тебе их нужно обязательно оправдать обязательно и вот как хочешь оправдать нужно значит нужно извернуться таким образом придумать такой ассортимент себе придумать такой товар который был бы востребован и здесь уже мозг работает мозг работает активно начинаешь выдумывать каким образом построить свою работу и самый жирный сезон по реализации у нас конечно весенний самый жирный рекомендую начинать именно с него это весенний самый такой сезон когда всем нужна весенняя рассада когда практически 50 процентов населения купят какие объемы я знаете я даже когда стала слышать что вот я выращила вырастила 3000 петуния я 5000 я вообще 10 я думаю ничего себе вот это объемы я никогда не считала тысячи никогда я считала вообще сотнями покупала обычные семена в обычном магазине там где-то подешевле может быть на базе и покупала всегда вот 10 семянок в каждом пакете гранулированные петунии и в упаковочке там их 10 собрано вместе резиночкой затянутой вот такими вот партиями по одному сорту я покупала да это получается 100 штук одного сорта 100 штук другого ну и так вот сколько там у сортов 10-12 это же семена их тысячами можно посчитать но сколько из них выросло на самом деле растение я никогда не задумывалась и не подсчитывала некоторые сорта хорошо сходят некоторые плохо то есть тут однозначно будет цифра меньше и потом самое главное для меня качественное чтобы рассада была хорошенькая крепенькая и чтобы она хорошо продавалась но особенность нашего продажного сезона именно в том что нужно успеть самый такой первый момент когда еще все хотят все купить они когда уже набрались и вот в это время постараться максимальное количество растений именно вот в этот период продать сорвать как говорится куш ну а дальше уже будут более слабые продажи и и дальше уже и цены будут ниже все уже будут все последнее свое отдавать вот вот в нашем случае никогда не получится там какие-то тысячи сверх нормы продать которые вот хотелось бы там 10 тысяч 15 это для нас конкретно для моего места жительства это вообще такие цифры заоблачные ну в общем я вам не сказала ничего такого особенного каких-то открытий для вас не сделала я в общем-то сказала такие как бы банальные вещи но кто со мной оставался до конца спасибо большое и возможно кого-то это остановит мои вот такие предупреждения а кого-то наоборот укрепит в своем желании выйти и начать зарабатывать именно на растениях но никогда не поздно попробовать попробуйте это ведь за это вас не ударят и не побьют и не посадят тюрьму правильно ведь это это ваше новое развитие новое занятие возможно оно вам и очень очень понравится а возможно вы его сделаете большим бизнесом и разовьете это дело там до таких хороших серьезных объемов наладите сбыт привлечете каких-то наемных рабочих но в общем дерзайте самое главное дерзайте и никогда это не поздно сделать ни в каком возрасте а то что в сезон можно заработать и это нужно делать это однозначно пусть это будут какие-то небольшие объемы но он не вас поддержит но на этом дорогие друзья я хочу закончить видео если вам было полезно конечно ставьте лайки поделитесь со своими друзьями пишите свои комментарии в общем всего доброго успехов вам во всем